Снова время новостей на нашем телеканале в студии Олесик Оряк. Здравствуйте. Для начала расскажем о главных событиях сегодняшнего дня. Все больше кандидатов претендует на должность главы государства. Среди них и 76-летний генерал. Это была не свадьба, а праздничное застолье, говорит премьер Ион Кику о нашумевшей вечеринке. Как выглядят сын и невестка главы Кабмина, увидите в нашем выпуске новостей. Тревожные цифры. Все больше молодых людей заражаются коронавирусом. При этом в столице осталось всего несколько десятков свободных койко-мест для пациентов, инфицированных COVID-19. Потерявший маму по вине пьяного водителя. Сын примара Камуны Пятра, погибший в ДТП, впервые рассказывает о страшных мгновениях, которые ему пришлось пережить. Далее все это и многое другое подробно. Еще шесть кандидатов на пост президента подали в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации инициативных групп, которые займутся сбором подписей в их поддержку. Среди них несколько партийных лидеров, а также один бывший министр внутренних дел. В ЦИК большой ажиотаж. Политики спешат зарегистрировать свои инициативные группы, которые будут отвечать за сбор 15 тысяч подписей, необходимых для их регистрации в предвыборной гонке. Первым в офис Центра избиркома пришел лидер ПРО Молдовы Андриан Канду. Во вторник Национальный политический совет партии выдвинул его кандидатом в президенты. Об этом сообщили в социальных сетях его коллеги. И лидер ПДС Майя Сандо представила пакет документов. Во время пресс-конференции она уверенно заявила, что не сомневается в поддержке граждан. Еще один претендент на президентское кресло – лидер партии регионов Молдовы Александр Калинин. В социальной сети он написал, что пришел в ЦИК, чтобы начать процедуру своей регистрации в предвыборной гонке. Генерал Ион Косташ, бывший главой МВД и министром обороны в 90-е годы, тоже хочет стать президентом. Согласно пресс-релизу Центра избиркома, он будет выдвигаться самостоятельно. С документами для регистрации прибыл в цикле лидер партии национального единства Октавиан Цыко. А во второй половине дня кандидат от избирательного блока унира Дарин Киртуаке попросил членов комиссии зарегистрировать группу, которая займется сбором необходимых подписей. Ранее еще трое политиков обратились с просьбой о регистрации инициативных групп. Это лидер нашей партии Рината Усатый, бывший глава ЛДПМ Тудор Делиу и председатель ППДП Андрей Нестаси. Уточним ранее, премьер-министр Ион Кику заявил, что не будет требовать введения чрезвычайного положения из-за пандемии, а значит не будет причин для переноса выборов. Центральная избирательная комиссия объявила, что 1 ноября на избирательных участках ждут 3 миллиона 200 тысяч граждан страны с правом голоса. Мероприятие, прошедшее 28 августа, в одной из частных виноделин, было вовсе не свадьбой, а праздничным вечером, организованным по случаю бракосочетания сына Иона Кику. Такое объяснение дал сам премьер-министр в эфире одного из телеканалов. Глава Кабмина отметил, что приглашенных было немного, а застолье прошло с соблюдением всех правил, установленных Чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Премьер Ион Кику заявил о том, что настаивал, чтобы из-за пандемии отложили свадьбу, запланированную на конец августа, которая должна была состояться в одном из столичных заведений парка «Долина Рос». Сын главы Кабмина вместе со своей избранницей решили отменить мероприятие. Но, учитывая, что они поженились еще в 2019 году, молодые запланировали устроить праздничный вечер, куда пригласили лишь самых близких, пояснил премьер-министр. Действительно, 28 августа было организовано мероприятие, такой праздничный вечер. Мой сын женился в 2019 году. Молодые решили официально узаконить отношения и по этому случаю захотели для самых близких 28-го организовать застолье. Это не было свадьбой ни по форме, ни по содержанию. Но все мы видели жениха и невесту. Хорошо, что вы видели, но я сказал вам, как было. Несмотря на то, что Ион Кико настаивал, что мероприятие было всего лишь праздничным вечером, а не свадьбой, на видеокадрах свинодельни, это, кстати, премьер-министр подтвердил, чутко видно, что невеста в свадебном платье, а на сыне премьера свадебный костюм. Да и ведущий торжества объявляет гостям, что сейчас состоится первый танец молодых. Традиция характерная для свадеб. Дамы и господа, аплодисменты. Первый танец молодоженов. Премьер также рассказал, что были соблюдены все правила, введенные Чрезвычайной комиссией общественного здоровья. В том числе это касается и количества гостей. По его словам, в мероприятии приняли участие только дяди и тети жениха. Хотя на тех же кадрах видно, что на празднике десятки людей. Между тем, редакции Центрального телевидения удалось узнать больше о молодоженах. Речь идет о Штефане и Инне Кику. Они знают друг друга много лет и живут вместе в Лондоне. Именно их торжество вызвало массу критики в обществе. Оппозиция потребовала отставки премьер-министра Юна Кику, обвинив его в злоупотреблении служебным положением. Некоторые депутаты обратились в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать это дело. Ходатайства были поданы и в службу государственной охраны с намерением получить информацию об участии сотрудников в обеспечении безопасности на частном мероприятии. Напомним, во время проведения этого мероприятия все дороги, в том числе и общественного пользования, ведущие к винодельне, где проходило празднование, были перекрыты в радиусе одного километра. И что якобы именно сотрудники госохраны пропускали исключительно гостей того вечера, хотя и представлялись работниками службы охраны заведения. Штрафы после свадьбы сына премьер-министра Юна Кику все-таки были выписаны. Однако пока неизвестно, кто именно попал под санкции. Заведение, в котором проходило мероприятие, или те, кто участвовал в застолье. Объявил о штрафах глава Национального агентства общественного здравоохранения Николай Фортуны. По его словам, определенные санкции наложены, но он пока не может сообщить деталей. Фортуна отметил, что общественность будет проинформирована об этом деле, скорее всего, в пятницу, когда состоится межотраслевой брифинг, где подробно расскажут о том, кого наказали за несоблюдение введенных ограничений. Наши корреспонденты попытались узнать детали у Фортуны лично, однако он не ответил на телефонные звонки. А вот представители генинспектората полиции заявили, что на данный момент по этому случаю не было выписано ни одного штрафа. Накануне был зарегистрирован запрос депутата Раду Мариана. Правоохранителям предстоит его проанализировать и принять решение. К другим темам. Депутат от ПДС Галина Сажин обратилась в национальный орган по неподкупности с просьбой проверить декларацию об имуществе главы государства. Парламентарий утверждает, что роскошные каникулы президентской Читы за последние 10 лет намного превышают доходы Игоря Дадона. А расходы на проживание, которые, по словам президента, оплачивали его родственники или друзья, должны были быть задекларированы в графе «Дарение». Депутат от ПДС Галина Сажин говорит, что в результате расследований СМИ опубликовали информацию, что последние 10 лет, с момента, когда Дадон занимал различные госдолжности, он проводил роскошные каникулы. И хотя глава государства объяснил разницу между своими доходами и расходами тем, что траты на себя брали родственники или близкие друзья, парламентарий Сажин заявила, что это должно было быть указано в декларации о доходах в графе «Дарение». Дадона уличили в том, что его отдых стоит сотни тысяч евро. Чтобы оправдаться, среди аргументов он сказал, что это были подарки. Но только одна ночь в гостинице «Чайки» стоила 20 тысяч евро. Если это были подарки, тогда их нужно было задекларировать согласно действующему законодательству. То, чего не произошло, написала Галина Сажин на своей странице в Facebook. Депутат утверждает, что глава государства виновен в пассивной коррупции, за что закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. На просьбу прокомментировать это, пресс-секретарь президента Кармена Лупей прислала нам сообщение, в котором написала, что, цитата, «Мы понимаем намерения депутатов от оппозиции в преддверии выборов, и это их право выражать свое мнение в рамках возможностей». Напомним, на вопрос, из каких денег была оплачена поездка президента и его приближенных на Святую гору Афон, Лупей ответила, что это был частный визит, и каждый платил за это сам. Игорь Дадон отправился в Грецию через несколько дней после своего возвращения из Москвы, где он отдыхал с женой в санатории, в то время как дети главы государства были на море в Турции с его братом и несколькими родственниками. Ранее журналисты писали, что последние годы Чита Дадон проводила каникулы в экзотических странах – на Мальдивах, Сейшелах, в Дубае и в Греции, где они отдыхали на эксклюзивной вилле на побережье Гейского моря, принадлежащей семье бывшего российского генпрокурора Юрия Чайки. Каждый раз президент отказывался сообщать, откуда у него деньги на роскошный отдых. Решение парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции об утверждении кандидатур Евгения Ревенко, Андрея Галбура и Андрея Попова на должности послов является незаконным и политическим. Такие обвинения выдвинул депутат от ППДП Юрия Реница, который заявил, что оспорит его. Реница считает, что утверждение кандидатов якобы прошло тайно и не было включено в повестку дня сегодняшнего заседания комиссии. Депутат Юрия Реница утверждает, что в повестку дня заседания были включены всего три темы, и среди них не значилось избрание трех послов. Я выяснил, что вместо того, чтобы все прошло традиционно, было спланировано провести незаконную форму избрания кандидатов на должности трех послов. Они вошли через заднюю дверь, делали так, чтобы на заседании не присутствовали депутаты и СМИ. По словам депутата, он узнал, что все три кандидатуры были утверждены на онлайн-заседании. И это незаконно. И утверждения Евгения Ревенко, Андрея Галбура и Андрея Попова на должности послов во Франции, Швеции и Австрии, соответственно, противоречат закону. Это троица, или даже святая троица, Дьяков, Дадон и Филипп взяли на себя кадровую политику Министерства иностранных дел. Если вы не являетесь членом партии, аффилированным ПСРМ или ДПМ, у вас нет шансов стать послом. Юрий Реницы намерен оспорить решение комиссии по внешней политике и европейской интеграции, считая его незаконным. Мы пытались взять комментарий всех трех дипломатов, но никто из них не ответил на наш звонок. Глава пресс-службы ПСРМ Ирина Астахова и депутат от ДПМ Дмитрий Дьяков также не подняли трубку. А министр иностранных дел Олег Цуля выразил сожаление по поводу обвинений Юрия Реница. Он расценивает их как инсинуации, призванные подорвать доверие к институтам дипломатической службы. Буквально несколько часов назад, утвержденный сегодня же на должность посла в Австрии Андрей Попов, сообщил о намерении подать в суд на Юрия Реница, обвиняя его в клевете. Попов называет заявление депутата лживыми и говорит, что ждет его в суде. Продолжаем выпуск. Новое заседание по делу Илона Шора, проведенное при открытых дверях. Адвокаты Илона Шора подали несколько запросов, связанных с материалами финансово-бухгалтерской отчетности, которые были изъяты в 2015 году по постановлению прокурора Адрианы Батышор. Они говорят, что с помощью этих документов, которые были скрыты антикоррупционной прокуратурой и Национальным центром по борьбе с коррупцией, можно будет доказать, что политик вернул взятый кредит у Банка деэкономии. В итоге заседание перенесли на 7 сентября. Адвокаты лидера политической партии Шор Илона Шора во время судебного заседания подали несколько запросов с требованием предоставить документы из прокуратуры и НЦБК. Обращаемся с просьбой к Национальному центру по борьбе с коррупцией представить в судебную инстанцию заключение экспертизы другие акты, которые были приняты в связи с исполнением постановления прокурора Адрианы Батышор от 10 июня 2015 года с предписанием провести финансово-экономическую экспертизу. Обязать НЦБК представить в судебную инстанцию все материалы, которые были направлены в ведомство для исполнения предписания прокурора. Адвокаты потребовали, чтобы Национальный центр судебных экспертиз представил заключение экспертизы и другие акты, принятые в связи с исполнением решения суда Буйканы, которым была назначена финансово-бухгалтерская экспертиза. И прокурор по судебному делу подал несколько запросов. Он потребовал заслушать некоторых фигурантов дела. Что касается дополнительных экспертиз, уважаемый суд, прошу судебную инстанцию приложить соответствующие документы и учитывать запрос, связанный с обвинением, который касается оглашения показаний свидетеля Дахатару Марты, которая находится в розыске и на которую заведено уголовное дело. После двухчасового перерыва и часа обсуждения судьи отклонили некоторые запросы адвокатов и прокуроров. Отклонён запрос в части требования об обязанности НЦБК представить заключение экспертизы и акты, принятые по постановлению прокурора Бизишор от 10 июня 2015 года. Глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Вьеруна «Вопрос нашего телеканала» заявила, что прокуратура по борьбе с коррупцией отвергает все обвинения в том, что были скрыты некоторые материалы о финансово-бухгалтерской отчётности, а пресс-секретарь Анжела Старинский не ответила на наш телефонный звонок, чтобы прокомментировать ситуацию. Напомним, ранее лидер партии Шор Илон Шор говорил, что готов лично явиться в суд, если будет обеспечен публичный характер судебных заседаний и будет отменён ордер на незаконный арест на его имя. Депутат также отметил, что было заявление о многих злоупотреблениях и нарушениях при рассмотрении дела, которые особенно усилились в последнее время. Речь идёт об организации судебного заседания в выходной день или в период чрезвычайного положения, а также значительное давление на судебную инстанцию от людей из окружения Игоря Дадона. Ранее судьи отклонили выдвинутые обвинения, а в аппарате президента подчеркнули, что не комментируют заявления политиков. Далее поговорим о пандемии. Тревожную статистику представил Минздрав. Новым коронавирусом заражается всё больше молодых людей. Это означает, что болезнь молодеет, говорят эпидемиологи. При этом женщины заболевают чаще мужчин. Кроме того, с начала пандемии более 2000 детей получили положительные результаты теста на COVID-19. Между тем, в столичных больницах остаётся всё меньше места, в республиканской клинике, куда госпитализируют тяжёлых пациентов, пришлось дополнительно выделить 120 коек. В последнее время, как отмечает эпидемиолог Алексей Чабан, растёт количество молодых людей, заболевших коронавирусом. Средний возраст снизился на 0,6 года и достиг 45,9 года. Специалист объяснил это тем, что люди стали чаще встречаться, а также выезжать на отдых, не соблюдая при этом всех необходимых мер предосторожности. Чаще стали болеть женщины. Они составляют 60% от общего числа инфицированных. А горожане заражаются чаще, чем сельчане. 67% случаев приходится именно на города и муниципии. В то же время наблюдается рост бессимптомных случаев. Что же касается инфицированных детей, столичные чиновники говорят, что все предназначенные для них отделения заполнены. С начала пандемии заболели более 2000 несовершеннолетних. Растет и число заразившихся младенцев, составляя почти 10% от всех зараженных детей. При этом глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртуны сообщил, что большинство учебных заведений страны начали учебный процесс, обеспечив минимальные условия для профилактики и контроля инфекции COVID-19. Кроме того, напомним, в Молдове заразились более 4400 медицинских работников. По последним данным, на сегодняшний день заняты почти 800 койко-мест из 900 имеющихся. А с 3 сентября в республиканской больнице будет выделено еще 120 койко-мест для пациентов в тяжелом состоянии. Отметим, что в нашей стране уже более тысячи смертельных случаев от осложнений, вызванных новым вирусом. Общее число заболевших превысило 37 тысяч. Итак, коронавирус отступать не собирается. Сегодня еще 16 человек скончались от осложнений, в то время как 532 заразились. По данным представителей сферы здравоохранения, было проведено 2524 теста. Среди инфицированных оказались и 30 сотрудников медицинской системы. Тем временем, более 500 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из более чем 37 тысяч подтвержденных случаев, примерно 26,5 тысяч человек выздоровели. Хорошая новость для родителей. Со следующей недели график работы столичных детсадов будет продлен. Об этом сообщила вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич на заседании муниципальных служб. По ее словам, с понедельника дошкольные учреждения будут открыты с 7.30 до 17.00, а не до 3 часов дня, как это происходит сейчас. Напомним, накануне десятки родителей вышли на протест к зданию правительства. Они обратились к представителям Минобразования с просьбой возобновить деятельность детских садов, которые закрыты из-за несоответствия требованиям, выдвинутым органами здравоохранения. Протестующие также потребовали вернуть детские сады к обычному режиму работы, так как детей не с кем оставлять дома. Напомним, в марте из-за пандемии все дошкольные учреждения были закрыты. Продолжаем выпуск. Сведение счетов прямо посреди улицы. В Аргееве прохожие стали свидетелями ожесточенной драки между двумя группами мужчин. Напуганные очевидцы жалуются, что в последнее время количество правонарушений выросло, в то время как полицейские, по их словам, предпочитают не вмешиваться. В свою очередь полиция Аргеева все обвинения отрицает, перекладывая ответственность за это на генеральный инспекторат полиции. Как в лихие 90-е. Кадры драки попали на камеры наблюдения, установленные в соседнем магазине. Видно, что те, кто начал драку, пришли подготовленными с деревянными дубинками. Серджио Устич утверждает, что стал жертвой этого выяснения отношений. Он признался, что его и его родственников стали избивать, когда они решили просто выпить кофе на улице. Они подошли, много вопросов. Почему так? Почему я жалуюсь? Я не помню. Я помню раз, два, три, четыре удара по ногам. Чем-то деревянным ударили и по голове. Имеющий судимость мужчина утверждает, что причиной драки могли стать десятки тысяч евро, которые он якобы отдал человеку, чтобы избежать тюремного заключения. Однако предполагаемый спаситель деньги взял и не помог. И теперь он пытается вернуть свои деньги, за что и был избит. Также он сообщил, что не обращался в полицию, потому что не доверяет правоохранительным органам. Зачем их звать, если они не приезжают вовремя? В центре города было так много людей и ни одного полицейского. Если в 21 веке может случиться такое, что вы просто вышли на чашку кофе, и в итоге у вас разбита голова. Вот так. Напуганные произошедшим, свидетели той драки отказали с нами разговаривать. Расскажите, что вы знаете о драке? Я ничего не знаю. Отстаньте. Отстаньте от меня. Ничего не знаю. Жители говорят, что в последнее время количество преступлений в Аргееве увеличилось. Они обвиняют полицию в том, что они не спешат и предпочитают не вмешиваться. Я слышал о драке. Сказали, что избили нескольких людей, но полиция вообще не вмешалась. Что это за полиция? Они не работают. Поверьте тому, что я вам говорю. Каждый раз, когда я обращалась к ним, по итогу не получал ничего. Они полагаются только на ложь и лживые слова. Поверьте мне. Я даже не хочу слышать о полиции. Полиция наказывает честных людей, а разбойников и бандитов не наказывает. Сотрудники Аргеевского инспектората полиции сообщили нам, что расследуют инцидент, но отказались комментировать обвинения людей, которые жалуются, что не чувствуют себя защищенными. Пресс-секретарь Елена Беатреу перенаправила нас в Генеральный инспекторат полиции. Информация будет предоставлена компетентным лицам, расследующим уголовное дело. И в зависимости от ситуации будет раскрыта. В Аргееве произошло несколько громких случаев, таких как убийство и ДТП, виновниками которых стали водители в состоянии алкогольного опьянения. Ранее местная администрация обвинила полицию в возросшем количестве грабителей и наркоманов в парках. Также этим летом жители Аргеева подали жалобу в Генеральный инспекторат полиции, сообщая о дискриминации и политическом раздоре из-за июньских протестных акций в Архиленде, когда сотни полицейских угрожали сотрудникам парка развлечений. Они насильно выгоняли присутствующих с территории парка, в том числе детей. 14-летний парень, выживший в страшной аварии в Аргеевском районе, выписан из больницы. Врачи осторожны в своих прогнозах относительно шансов Богдана на выздоровление, однако сам он говорит, что чувствует себя гораздо лучше. Теперь юноша хочет как можно скорее встать на ноги и пойти в школу. Долгое время врачи боролись за жизнь Богдана, который стал жертвой аварии в селе Пятро. 10 августа его выписали и теперь он хочет вернуться в школу, но подросток все еще прикован к постели, его обе ноги в гипсе. Почему так хочешь в школу? Учиться? Чему именно? Я хочу на уроки, хочу стать дизайнером одежды, но это произойдет так, как захочет Господь. Поскольку мальчик не может двигаться, он учится онлайн вместе с другими одноклассниками. Учитель выходит на связь ежедневно. Наш восьмой Б-класс разделен на две группы. Половина класса обучается онлайн, другие приходят в школу. Богдан включен в онлайн-класс, учится дистанционно. Мы все ждем его возвращения как можно скорее. В той аварии в ночь на 18 июля три женщины погибли на месте, в том числе примарка Муны Пятро Мариана Цугой, мать Богдана. По свидетельству очевидцев, мальчику чудом удалось выжить. Парня доставили на скорой в больницу Аргеева. Позже службой авиасан его доставили в институт матери и ребенка в Кишиневе, где он несколько дней находился в коме. По словам врачей, у ребенка сотрясение мозга и переломы обеих ног. Ему сделали операцию. Через месяц мальчика выписали. О нем заботится бабушка. Кто сейчас о тебе заботится? Бабушка и тетя Елена. Я встаю утром, мы оба делаем гимнастику. Он на своей кровати, а я на своей. Я его мою, делаю процедуры. Я готовлю ему еду утром, выхожу по делам. У него есть телефон, и когда ему что-то нужно, он звонит мне, и мы разговариваем. Богдан сейчас проходит период реабилитации перед новой операцией, которая запланирована на следующий месяц. По его словам, гораздо тяжелее физической боли стала утрата матери. Что тебя сейчас беспокоит? Находиться в постели с переломанными ногами. А что для тебя самое сложное, что я потерял маму? Какой ты помнишь свою маму? Очень доброй. И Феодора Цугуй не может сдержать слез, когда вспоминает о своей дочери, по которой скорбит вся коммуна Пятра. Моя дочь была золотым человеком. Послушной, мудрой, умной. Я помню только хорошая. У нас с ней никогда не было проблем. Сын погибшего примара говорит, что не может в точности вспомнить, как произошло то трагическое ДТП. Я помню, мы пошли к тюте Лене и все. Но что ты видел, что ты слышал? Громкий автомобильный рев и после этого ничего. Бабушка до сих пор не может сдержать эмоции, вспоминая тот день. Мы вместе сидели за столом и потом я их проводила. Дочка Мариана сказала, я еще не видела освещение в селе. Мы вышли к воротам, я их проводила и после этого произошло то, что произошло. Напомним, пьяный 30-летний водитель, возвращавшийся со свадьбы в ночь на 18 июля, пошел на обгон такси и на высокой скорости сбил трех женщин и подростка, которые шли вдоль дороги. Мужчине, частично признавшему свою вину, грозит до 12 лет тюрьмы. Уточним, что сбылась мечта бывшего мэра Пятры Марианы Цугой. В населенном пункте была запущена система уличного освещения. Команда Илона Шора провела по этому поводу торжественное мероприятие, которое было посвящено Мариане Цугой как дань памяти и уважения. И добавим, повторные выборы в местные органы власти в коммуне Пятра состоятся 1 ноября. Далее к новостям позитивным. Спустя 30 лет жизни с неприятным запахом, идущим от озера в столичном пригороде Кодру, местные жители смогут вздохнуть с облегчением. Вот уже три дня, как ведутся работы по очистке водоема. Меры были приняты после обращения за помощью к муниципальным советникам от политической партии Шор. Жители Кодру говорят, что вот уже почти 30 лет они просыпаются и засыпают с невыносимым запахом, идущим от озера Виктория. Они много раз пытались достучаться до местных властей, но безрезультатно. В начале августа группа граждан обратилась к муниципальным советникам от политической партии Шор и буквально через три дня пошла работа. Началась очистка озера, а в ближайшие недели сотрудники зеленхоза займутся обустройством территории, чтобы жители пригорода могли отдохнуть в обновленной зоне. Мы сделали запросы в Спаси-Версь и в Примарию, чтобы нам выделили специальную технику. В настоящее время техника работает, озеро очищают. Надеемся, в ближайшее время жители городка Кодру смогут сюда приехать отдохнуть. Жители признаются, что им не верится. Наконец, их просьбу услышали после стольких лет безответных обращений. Мы обратились к муниципальному советнику Бургуджи Сергею Михайловичу. И очень скоро, буквально через три недели, мы получили ответ раньше. Но сегодня уже начали чистить. Вчера начали чистить озеро. Люди говорят, что теперь они, наконец, смогут оставлять окна открытыми, чего раньше из-за невыносимого запаха не могли себе позволить. Я живу в этом доме 40 лет, и здесь никогда не проводили очистку. Утром, когда я открыла окно, даже не пахло. Очень благодарна, что началось строительство, осушение этого озера, которое мы очень долго-долго ждали. Представители Спасии Верс отказали нам в комментарии по телефону, при этом отметив, что впервые просьба об очистке озера поступила только в начале августа, когда к ним обратились муниципальные советники от партии ШОР. Добавим, работы начались 31 августа и продлятся около месяца. В столичном пригороде Кодру проживает примерно 15 тысяч человек. И еще о позитивных изменениях уже на юге страны. Дорожная инфраструктура Тараклеи продолжает обновляться. На этот раз были заасфальтированы улицы Фонтанная и Первомайская. На церемонии открытой присутствовали местные власти, депутаты и жители города. В результате проведенных работ были заасфальтированы улицы Фонтанная и Первомайская. Обновлены тротуары, заменены бордюры, была обустроена прилегающая территория. Местные власти говорят о необходимости ремонта этих участков дороги, с тем, чтобы обеспечить подъезд к нескольким учреждениям в этом районе, включая стадион. Присутствующие на мероприятии депутаты пообещали и дальше трудиться во благо граждан нашей страны. Строим дороги, детские площадки, освещаем села, улицы и так далее, потому что для нас самое главное, и мы хотим доказать и докажем, что Молдова имеет будущее. Примар Таракли отметил, что проекты по развитию продолжаются. Я думаю, что наши проекты будут продолжаться и дальше, и с такими замечательными друзьями, с такой замечательной командой мы сможем еще очень много сделать хороших дел в Тараклии. Обрадованные, что улицы города отремонтировали и благоустроили, жители Тараклии поделились своими эмоциями. То, что сделали для нас, жители улицы Фонтанной и Первомайской, такого мы не видели здесь, сколько вот я живу. От имени жителей улицы Фонтанной хочу поблагодарить примару, примарию, городских советников за активные действия. Большое спасибо руководству Вячеславу Лупову и его команде, как говорится, что постарались, сделали освещение по всей, можно сказать, уже Тараклии, и дороги начали сделать. Напомним, в День независимости в Тараклии, благодаря помощи команды Илона Шора, было официально подключено уличное освещение во всем городе. Была проложена новая электросеть протяженностью 65 километров. Улицы теперь освещают почти 2500 установленных светодиодных ламп. Таким был сегодняшний день. Далее вас ждет еще прогноз погоды на 3 сентября. Я, Железа Коряк, на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь и далее на нашем канале. Всего вам доброго и до встречи в эфире. В четверг в некоторых регионах страны возможны кратковременные дожди с небольшим понижением температуры, либо пасмурная погода. А вот в столице по-прежнему прогнозируют ясное небо и 32 градуса жары. Осадки с грозами и молниями и всего 24 градуса со знаком плюс ожидается в Бричанах, в Бельцах плюс 28 и также дожди. Плюс 29 осадки, перемежающиеся с солнцем, вероятно, в Сороках. Такие же температурные показатели, но лишь переменная облачность во Флорештах. Пасмурно и 31 градус выше нуля в Леушинах. В Аргееве солнечно и плюс 32. В Унгинах 28 градусов выше нуля, вероятны кратковременные дожди. В Дубасарах небо ясное и 33 градуса жары. В следующих трех городах солнечно. При этом в Террасполе столбики термометров поднимутся до плюс 34, в Камрате до плюс 33, в Кагуле будет еще на градус ниже. Далее перенесемся за пределы нашей страны. В Бухаресте прогнозируют плюс 31 без осадков. Также солнечные плюс 25 в украинской столице. В Москве всего 22 градуса выше нуля. В Лондоне 21 градус, а знаком плюс, кратковременные дожди. Плюс 31 и солнечно в Мадриде. Пасмурно и 26 градусов тепла в Париже. Кратковременные осадки, вероятно, в Риме при плюс 26. В Берлине дождливые всего 21 градус выше нуля. Солнечно и 33 градуса жары обещают в греческой столице Афинах. Продолжение следует...